Друзья, всем привет! С вами Артем. На улице шикарная погода. У нас наконец-то выпал снег. В прошлом году его практически не было. Сегодня выходной. Я приехал в свой загородный автономный дом. Сниму небольшие видео, в которых отвечу на ваши вопросы. Как я отапливаю свой дом зимой и сделаю обзор своей печи. Многим интересно, как я ее отштукатурил. На первом этаже, коридор и кухню у меня отапливает керамический газовый обогреватель Neoclima. Он не просто инфракрасный, но еще и конвекторный. То есть он греет воздух и очень быстро греет помещение. Сзади его установлен баллон пропана на 27 литров. Я приезжаю, открываю баллон. И запускаю его. То есть все очень просто. Здесь пьезорожек. Кнопочку нажал. И он загорелся. Он начал нагреваться. И в первом режиме он выдает 1,5 кВт. Это 6 суток непрерывной работы. Во втором режиме он выдает мощность 2,5 кВт. И может проработать 4 суток. И в третьем режиме, когда полностью весь элемент нагрет, он может проработать 2 суток, не выключаясь. И мощность у него 4,2 кВт. Обогревателем очень доволен. 5 лет работает, никаких проблем не было. Запаха от него тоже нет. Использую в основном на первом режиме, потому что площадь у меня здесь 19 квадратных метров. И для обогрева этого достаточно. Иногда, когда сильный мороз, я, конечно, могу там включить на часик второй, на третий режим его. И потом выключаю, потому что становится очень жарко. У него есть еще колесики. Его можно перекатывать с места на место. То есть летом я его вообще сюда задвигаю. И он у меня там стоит. А зимой я его ставлю, выкатываю вот сюда вот. Кстати, обратите внимание, я его только что потрогал. И он погас. У него стоит защита от опрокидывания. Комнату на первом этаже у меня отапливает вот такая печь-камин. Сначала это была печь. Вот она. А позже был пристроен камин. У них общий дымоход. Зимой, когда я приезжаю на выходные, у меня здесь уже внутри камина закладочка дров. Я ее разжигаю. Он сразу же начинает давать тепло. Разжигаю печь. А вечером в камине я жарю шашлыки. Тяга здесь очень хорошая в камине. И запаха в комнате никакого нет. Поэтому я и делал камин с открытым порталом, чтобы, к примеру, можно было сидеть в кресле, смотреть телек и в комнате делать шашлыки. Очень круто и удобно зимой. Второй этаж. Второй этаж 20 квадратных метров. И обогревает его чугунная конвертерная печь длительного горения Team System. Врезана она в основной дымоход. Супер экономичная, мощная. И второй этаж нагревает моментально. Разжигаю я ее сначала небольшими сухими дровами. И уже когда она нагрелась, я закидываю вот такие большие чурки. И желательно сырые. Закрываю поддувало и задвижку. У меня здесь есть линии, до какого уровня нужно закрыть, чтобы не было дыма. И вот в таком режиме, друзья, при полной закладке она работает всю ночь. А вот этой вот корзины мне как раз хватает на все выходные. Вот так, друзья, я и отапливаюсь зимой. Правда, в этом году у меня не получилось заготовить дрова. И пришлось покупать обрезки на пилораме. Ну а на этом все. Всем пока. Вечер. Уже у меня угольки в камине. И вот такой вот каркас, сваренный из арматуры, я ставлю в камин. Ставлю сюда решеточку и шампурики прогреться. Сейчас угли догорят. И буду ложить сюда мяско и жарить. Смотрю фильмец. И уже закинул мясо в камин. Здесь у меня наверху на решетке на верхнем ярусе грудинка и вырезка. А внизу шампурик с говядиной. Очень классно и удобно. Никакого запаха. Все привыкли, что камин это декоративное украшение какое-то. Но на самом деле камин это очень практично. Продолжение следует... Продолжение следует...